Привет! Меня зовут Наталья, я отвечаю на детские вопросы. Вопрос. Почему, когда жарко, собака высовывает язык, а лошадь нет? Ну, наверное, было бы довольно забавно наблюдать картину, как по ипподромам бегут лошади с высунутыми языками. Но вряд ли когда-нибудь мы с вами станем свидетелями этого удивительного зрелища. А дело в том, что собаки и лошади охлаждают свои организмы по-разному. Хотя в основе и того, и другого способа лежит один принцип. Тело охлаждается за счет того, что с его поверхности испаряется влага. Этот метод очень эффективный, вы можете проверить его на небольшом опыте. Одну руку намочите, другую оставьте сухой и подставьте руки к работающему вентилятору. И вы почувствуете, что влажная рука гораздо быстрее и эффективнее охладится, чем сухая. Когда собаке жарко, она раскрывает пасть, высовывает язык и учащенно дышит. С поверхности ее пасти языка испаряется влага, и животное охлаждается. Лошади совсем нет необходимости высовывать язык, когда есть жарко, потому что у нее в коже есть множество подовых желез. Когда лошади жарко, она потеет. Представьте, что во время интенсивной работы со всей поверхности кожи лошади может за час испариться до 10 литров воды. Мы с вами, как и лошади, охлаждаемся за счет того, что начинаем интенсивно потеть. Этот способ очень эффективный, но, согласитесь, наверное, не самый приятный. Гораздо более приятнее в жару принимать водные процедуры. Это любят делать не только люди, но и многие животные. Принимать водные или грязевые ванны любят в жару и свиньи, и бегемоты, и носороги, и даже слоны. Слоны при этом могут не только принимать ванну, но и принимать душ. Для этого у них есть особое приспособление – хобот. Они набирают в хобот воды и поливают себя сверху. Согласитесь, очень удобно и приятно. Но если вдруг рядом не оказалось водоему, у слонов есть еще один способ охладиться. Для этого им служат огромные уши. Уши слонов – это своеобразные радиаторы. Они пронизаны густой сетью капилляров, и когда становится жарко, сосуды кровеносные расширяются, и избыток тепла из организма удаляется в атмосферу. Большими ушами, кстати, могут похвастать не только слоны. Маленькая симпатичная лисичка, фенек, обитающая в пустыне в Северной Африке, является обладательницей выдающихся ушей. При том, что сама лисичка примерно размером с кошку, а ее уши достигают длину 15 сантиметров. Эти великолепные уши позволяют фенеку не только хорошо слышать, но и также охлаждать свой организм, удаляя из него избыточное тепло в жаркие часы. Ну а если уж совсем не в моготу, то для того, чтобы спрятаться от жары, у фенек есть норы. И большую часть дня фенеки проводят в своих подземных укрытиях. Под землей хорошо, прохладно, и температура гораздо более приятная и комфортная, чем на поверхности. Норы используют многие животные, которые обитают в жарких районах. Это, во-первых, многочисленные грызуны. Суслики, цирки, тушканчики. Но и даже более крупные животные тоже используют норы в дневное время, чтобы скрыться от солнечных лучей. Есть такой удивительный зверь, он тоже обитает в Африке, как и фенек. Называется зверь трубкозуб. Он очень необычно выглядит, он похож на поросенка с заячьими ушами и кенгуриным хвостом. Трубкозубы великолепные копатели, они роют потрясающие совершенно норы. Причем на их участке, как правило, есть несколько нор, в которых они могут отдыхать в течение дня. Норы трубкозубов используют и другие животные в качестве укрытий. Ну, например, гиены, шакалы, дикобразы, и даже бородавочники забираются в норы трубкозубов и используют их в качестве укрытий. Хорошо, если ты не слишком большой и можешь пролезть в нору. А вот представьте себе, например, верблюда. Это крупное животное ни в какой нору не понестится. Между тем, верблюда живут в очень суровом жарком климате, где к тому же существует еще большой дефицит воды. Как же выжить в таких условиях? Надо сказать, что у верблюдов есть масса интереснейших приспособлений, о некоторых из них я хотела бы вам рассказать. Ну, например, у верблюда очень плотная густая шерсть. Она предохраняет животное и служит замечательной теплоизоляцией. Она предохраняет и от жары в дневное время, и от холода в ночное время, когда температура довольно резко падает. Кроме того, она предохраняет кожу от избыточного испарения влаги, поскольку потеря влаги в этих условиях совершенно нежелательна. У верблюда даже в ноздрях есть особые клапаны, которые закрывают ноздри между вдохом и выдохом, чтобы не испарять влагу в атмосферу из дыхательных путей. Кроме того, у верблюдов есть жжавые горбы. Это замечательное приспособление, потому что, с одной стороны, они защищают спину животного от прямых солнечных лучей, а с другой стороны, являются своеобразными резервуарами воды. Жиль, который содержится в горбах, расщепляясь в результате обмена веществ, образует довольно много воды. Таким образом, пока в горбах верблюда есть хоть какое-то количество жира, он себя, в общем-то, неплохо чувствует, даже если до воды еще далеко. Верблюду, конечно, приходится экономить воду, но если уж добирается он до водопоя, то за 10 минут это животное способно выпить более 100 литров воды. У верблюда есть еще одна удивительная особенность. Его температура тела непостоянна и может очень сильно колебаться в течение суток. От 34 градусов до 41. Представьте, если наша температура тела меняется всего-навсего на 1 градус, мы чувствуем недомогание. А у верблюда ночью температура может быть 34 градуса, когда температура окружающей среды понизилась, а днем, когда жара выше 40 градусов, его температура тела также поднимается, и при этом животное не испытывает никакого дискомфорта. Таким образом, снижается разница между температурой тела внутри организма и температурой окружающей среды. Так что, видите, способов, оказывается, существует огромное количество. Мы говорили, безусловно, не о всех. Мы говорили с вами только о зверях, не говорили о птицах, о насекомых. Таких способов, конечно, огромное множество. Ну что ж, на сегодня все. Пишите нам свои вопросы. Наши ответы ждут ваших вопросов. Спасибо за внимание. Всем пока.